Всем привет! Меня зовут Иван Крутов. Сегодня у меня мастер-класс «Эффективная селениум инфраструктура». Давайте перед началом всего этого действия поднимите, пожалуйста, руки те, кто является разработчиками, чтобы понять, кто из зала. Да, ну вот я тоже разработчик. А есть ли те, кто пишет автотесты на UI, что-то подобное? Так, сколько? 10 человек. Так, отлично. А кто знает, что такое селениум? О, все знают. А кто прямо испытывает большую радость при работе с селениумом? Так, один человек. Отлично. Да, ну надеюсь, что после сегодняшнего мастер-класса вы будете испытывать немного больше радости при одной мысли о том, что вам нужно работать с селениумом. Итак, для начала несколько слов обо мне. Я являюсь, больше 10 лет разрабатываю на Java в основном на Go. Вообще для меня это довольно непривычно будет на конференции по Python, потому что я не являюсь сам себе Python-разработчиком. И я вообще не знаю никого здесь, для меня все лица незнакомы. Я активно участвую в разного рода open-source проектах. Ну, может быть, кто слышал, есть такой Allure Framework, я вот участвовал. И сейчас, в последние пару лет, я являюсь одним из ведущих разработчиков проекта Селеноид и связанных инструментов. Основная моя деятельность в последние, ну, уже практически 5 лет называется модным нынче словом DevOps. Это значит, что я создаю и поддерживаю разного рода инфраструктуру. И один из самых больших проектов, над которым мне приходится работать, является как раз большой кластер селениума. Ну и насколько этот кластер большой, давайте посмотрим статистику. По сравнению с типичным селениум гридом, состоящим из 50 браузеров и выполняющим, ну, примерно 10 тысяч браузерных сессий в день, мой кластер состоит из более чем 5 тысяч параллельно работающих браузеров, выполняющих более 2,5 миллионов браузерных сессий в день. Браузеры расположены в 5 дата-центрах, нагрузка на кластер достигает 4 тысяч запросов в секунду, трафик через кластер превышает 2,5 гигабита в секунду, ну и, как вы понимаете, этот кластер работает 24 на 7, 365 дней в году. То есть вот сейчас, каждую минуту, когда я вам что-то рассказываю, этот кластер выполняет больше 200 тысяч запросов. В этом кластере есть все популярные браузеры и платформы, включая 10 последних версий Firefox, Chrome, Opera, все версии Internet Explorer, Microsoft Edge, Android-эмуляторы, работающие на настоящих железных серверах, iOS-симуляторы, выполняющиеся на Mac Mini, и для некоторых команд у нас также есть настоящие устройства, телефонные планшеты, подключенные к тому же самому кластеру. Ну и сегодня, как вы поняли, мы будем говорить про Selenium. Давайте все-таки для тех, кто не знает, что такое Selenium, какую проблему мы вообще решаем. Ну сейчас современные веб-приложения, как вы знаете, они достаточно сложные, куча фич, и вот даже, казалось бы, такое простое приложение, как сайт конференции, имеет множество сложных фич. Ну, например, функция покупки билетов, например, у нас есть. И понятно, что для того, чтобы все это работало, нам нужно это тестировать, как-то проверять. Мы можем это делать руками, но, конечно, каждый день делать одну и ту же проверку нам неудобно. И возникает такая идея. Хорошо бы написать какой-то код, который бы умел за нас автоматически выполнять те же самые действия, которые делает пользователь. Ну вот в случае конференции, там, нажать на кнопку «Купить билеты», ввести какие-то данные, формы, там, и проверить, что билеты действительно купились, там, пришли нам на почту, ну и так далее. И вот ровно эту задачу автоматического выполнения каких-то действий в браузерах и решает фреймворк Selenium. Немножко очень коротко про историю Selenium. Значит, история Selenium начинается в 2004 году в компании ThoughtWorks, когда инженеры решают ровно вот эту проблему автоматизации выполнения каких-то проверок в браузерах. И они придумывают следующую архитектуру. Они реализуют некоторый сервер на Java, который называется Selenium Server, и реализуют некоторое расширение, которое устанавливается прямо в браузер. Ну, расширение написано на JavaScript. И как это все дальше работает? Когда тест отправляет какие-то команды в Selenium Server, Selenium Server запускает процесс браузера с этим расширением, и дальше начинает туда проксировать команды на выполнение каких-то проверок. Ну, и вот эта схема имеет определенные ограничения. Какие есть ограничения у JavaScript, кто может сказать? Ну, говорите просто. Ну, какие-то, может быть… Не имеет доступ к материалам. Он там не конечный. Да, правильно. Он не имеет доступа к большинству частей операционной системы. Например, к файловой системе он не имеет доступа. И, соответственно, при такой архитектуре вы не можете выполнять, ну, тестировать некоторые фичи, например, загрузку файлов с файловой системы, потому что вы не имеете просто доступа к файловой системе. Далее. В 2006 году инженер из компании Google, Саймон Стюарт, придумал другую архитектуру, решая ту же самую проблему. Архитектура была названа WebDriver. И далее в 2008 году веб-драйвер, проект веб-драйвер, проект Selenium объединились, и получилось то, что мы видим на сегодняшний день, архитектура Selenium WebDriver. Она выглядит следующим образом. Она состоит из трех частей. Из того же самого Selenium сервера, написанного в данный момент на Java, из браузера, установленного у пользователя в операционной системе, и между ними располагается исполняемый файл веб-драйвера. Это отдельно стоящий бинарник, который знает внутреннее устройство браузера и умеет транслировать команды от тестов, команды, понятные каждому браузеру. Ну и, соответственно, для каждого типа браузера у нас есть свой бинарник. Для нас Chrome есть Chrome Driver, для Internet Explorer есть и E-драйвер, ну и так далее и тому подобное. И самым популярным на сегодня реализацией вот этого всего протокола как раз и является Selenium Server, Java-приложение. Значит, но, к сожалению, если те, кто из вас пользовался Selenium Server, знают, что даже установка Selenium Server – это довольно непростая задача. Такая вот мотивация. Значит, установка Selenium Server – непростая задача, поскольку вам нужно все делать вручную. Вам нужно вручную поставить Java, ну вот на питон-конференции это звучит как кощунство вообще. Вручную скачать этот самый Selenium Jar, вручную скачать нужные версии исполняемых файлов веб-драйверов, распаковать архивы вот эти скачанные, вручную установить требуемые версии браузеров и в конце концов вручную ввести довольно сложную команду на старт всей этой конструкции. Кто пробовал? Есть такие? Так, два человека. У кого получилось с первого раза? Есть такие? Один человек. Ну, у меня не получилось, я могу сразу сказать. Это довольно все сложно, громоздко, и ни у кого обычно не получается, с учетом того, что там документация тоже довольно неподробная. Но основная проблема ждет вас впереди. Даже успешная установка вот этой всей конструкции не гарантирует вам успешного в дальнейшем запуска тестов. И рано или поздно вы столкнетесь с одной из следующих проблем. Ну вот, например, такая. Попытка запустить несколько тестов параллельно в нескольких браузерных окнах приведет к морганию тестов. Это связано с тем, что в большинстве операционных систем только одно окно может иметь фокус, то есть только одно окно является активным. И в том случае, если ваш тест выполняется в неактивном окне, выполнение проверок на элементы, которые должны при наведении мышки как-то менять свое состояние, оно не работает. То есть ваши тесты моргают. Далее. В какой-то момент ваши тесты могут вообще перестать работать. Вы можете, например, вечером, уходя с работы, зайти в настройки браузера, покликать там мышкой, ввести какой-то прокси-сервер и забыть про это. Приходите утром, у вас ничего не работает. То есть несколько случайных кликов мышкой могут легко поломать ваш тестовый конвейер на самом деле. Следующее. Установка нескольких версий браузера в одной операционной системе. Ну вот, предположим, у вас уже есть Firefox версии 60, и вам встает требование, нужно поставить Firefox версии 61 систему. Я думаю, многие из вас знают, что в большинстве операционных систем используются пакетные менеджеры, и, соответственно, установка новой версии пакета приводит к удалению старой версии. То есть это довольно трудоемкая задача. Ну а кроме того, в Unix-подобных операционных системах бинари обычно хранятся в строго определенных каталогах, ну вот, например, в USR-бине. И попытка положить, значит, новую версию браузера может перезаписать старую версию. Далее, моя любимая проблема совместимости Selenium. Предположим, вы хотите тестировать в Chrome версии 67. Мой вопрос, какую версию Chrome-драйвера вы должны взять, чтобы у вас все это заработало. Может, кто-то знает с места? Нет, ну мой ответ я не знаю. Я реально не знаю. Ответ заключается в том, что каждый раз, когда вам нужно настроить работу с какой-то версией браузера, вам нужно полезть в документацию и посмотреть, какая же реальная версия драйвера подходит к Chrome. Ну вот, например, для Chrome одна версия драйвера обычно работает на 2-3 релиза, и дальше нужно опять его обновлять. Вот. И далее, поняв все это, мы можем обсудить два таких вот факта. Ну, первый факт. Большинство проблем, о которых я говорил, они происходят из-за отсутствия изоляции между процессами браузеров. А второй факт заключается в том, что операционная система Linux позволяет покрыть до 80% потребностей в браузерах. Что сюда не входит? Сюда не входят браузеры, которые можно запустить только на Windows, то есть Internet Explorer и Microsoft Edge, и сюда не входят браузеры от компании Apple, ну, то есть Safari и мобильные Safari. И зная все это, мы приходим к довольно простому выводу. Давайте использовать контейнеры, чтобы заизолировать процессы браузеров. И наиболее популярной на сегодня системой по работе с контейнерами является что? Докер. Докер, правильно. И вот как должен работать эффективный Selenium сервер, на самом деле, эффективный Selenium инструмент. Это должно быть некоторое Selenium API, стандартное, поддерживаемое всеми open-source клиентами, которое использует API докера для запуска контейнеров. И вот в тот момент, когда тест просит какой-то браузер, запускается... Так, момент. Это бага. Да, это бага open-office org. Запускается... Еще раз. Обычно это помогает. Во. Да, это бага. Запускается контейнер с браузером, и дальше происходит выполнение каких-то действий в нем. Когда тест говорит, что все, пора заканчивать работу с браузером, контейнер удаляется, и, соответственно, операционная система остается в том же самом состоянии, в котором она была до начала теста. Ну, здорово, да? И вот такая, казалось бы, простая фича, она не реализована в стандартном Selenium сервере до сих пор. То есть, ну, докер у нас стал популярным примерно в 2014 году, у нас уже 2018, а вот и ныне там. И поэтому мы с коллегами ждали примерно пару лет с момента появления докера, ну, когда же это наконец сделают, и в конце концов решили написать с нуля решение, которое решает, ну, замену полную стандартному Selenium серверу. И эта реализация и была названа Selenoid. Ну, и сегодня я хочу как раз вам продемонстрировать, как все это работает, насколько это удобнее, и что оно может, и так далее, и тому подобное. Так. Вот здесь вот есть ссылочка, я буду показывать тест на питоне. Ну, все-таки питон-конференция. Я взял волю в кулак и написал 30 строчек кода на питоне. Можете посмотреть, там ничего такого вы для себя нового, скорее всего, не увидите, но мало ли кому интересно. Так. Сегодня, как вы видели, мастер-класс из двух частей. Первая часть я буду показывать, этот самый Selenoid. Это в основном фичи, которые нужны для локальной отладки Selenium тестов. А во второй части я буду больше рассказывать про масштабирование всей этой конструкции. То есть, что нужно делать, если вам нужно запускать, там, не 10 браузеров, а, там, тысячу или, ну, или, там, 100, когда вам нужно на множество серверов все это растащить. Так. Вот здесь у меня есть программка. Видно? Текст видно, да? Отлично. Так, ну, давайте. Вот это я сделал. Историю, мотивацию я рассказал. Может быть, сразу здесь вопросы какие-то про мотивацию? Нету, да? Все в предвкушении. Хорошо. Смотрите, я буду сейчас показывать, все это демонстрировать вам на виртуалке. Я использую для этого всего DigitalOcean. Но, в принципе, вы можете все это проделать или локально, или можете проделать это на каком-то другом облаке, там, в Амазоне, я не знаю, в Google Cloud. Это совершенно непринципиально. Любая линуксовая или там маковская машинка, или даже Windows будет достаточно. Так, ну, вот давайте для начала поднимем виртуалочку. В случае DigitalOcean, почему я на нем показываю, удобно то, что можно сделать сразу виртуалку с установленным докером. Здесь есть такая вкладочка. OneClickApps. Видно, да? Сейчас нормальный текст. Здесь можно выбрать, прямо взять вот и готовый докер, выбрать какую-нибудь виртуалочку. И во Франкфурте мой SSH-ключ добавим. Выберем какой-нибудь хоста и создать. Пока виртуалочка создается, я расскажу коротко, что мы сейчас будем делать. Вначале я хочу показать, на самом деле, как сереноид работает изнутри, то есть как можно вручную его настроить один раз, чтобы вам было понятно, насколько это простой инструмент. А потом я покажу, как его можно настроить автоматически, фактически одной командой на той же самой чистой виртуалке. И после этого мы пробежимся по фичам сереноида, соответственно, как видеозапись, просмотр живого экрана браузера, ну и так далее. Ну и в конце будет в первой части тоже секция вопрос-ответ. Можно будет что-то поспрашивать. Так, давайте проверим, поднялась ли виртуалка. Пока не поднялась. Так. Давай, давай, давай. Все, добежали. Значит, теперь мы делаем вкладочку. Заходит. Сейчас она поднимется. Во, поднялась. Вот. У нас есть, значит, чистая виртуалка с докером. Здесь у нас что имеется? Здесь имеется довольно свежее ядро Linux 4.15. Здесь у нас имеется, что там еще, Ubuntu. Довольно свежее. Последний LTS релиз 18.04. И сразу же, вот что я говорил, удобно. Здесь установлен довольно свежий докер. 18.06, то есть июньский. И, ну, вот я могу показать, что он совершенно чистый. То есть тут нет запущенных докер-контейнеров. И здесь нет никаких имиджей скачанных. То есть, ну, совершенно чистая машинка с докером. Вот. И давайте теперь начнем непосредственно уже настраивать селеноид. Если мы хотим сделать, выполнить настройку селеноидов вручную, то нам нужно сделать три простых шага. Первый, нам нужно написать конфигурационный файл в JSON, в котором будет храниться информация о том, для какой версии браузера, какой докерный образ мы хотим запускать. Ну, вот, как я показывал на той картинке. Далее нам нужно спулить эти образы. И последнее, что нам нужно сделать, это запустить сам селеноид, ну, и проверить, что он работает. Давайте определимся, в каком браузере мы хотим поддержать. Ну, какой-нибудь можем свежий. Там последний хром. Нормально? Safari? Нет, Safari в докере не запускается. Edge тоже. Ладно, давайте, хорошо, я упрощу задачу. Firefox? Хорошо, давайте попробуем. Последний Firefox. Будем надеяться, что Python клиент с ним работает. Я надеюсь, что работает. Так, последний Firefox. Значит, смотрите, мы начнем с того, что напишем конфигурационный файл. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в дипломе написано что-то типа инженер, там, я не знаю, ну, кто считает себя инженером, короче, по высшему образованию? Ну, ползала, да? Я почему спрашиваю, потому что, ну, вот один из моих преподавателей говорил мне следующее, что инженер, основное, как сказать, что он должен уметь, это не запоминать наизусть, как что-то там посчитать, а он должен просто знать, где найти. И поэтому многое из того, что я сейчас буду делать, я просто буду брать из документации, брать прям готовые куски конфигурации и только ее как-то, ну, настраивать. И вот ровно это я сейчас и буду делать с конфигурационным файлом. То есть я не помню наизусть, как эта конфигурация пишется, поэтому я могу взять прямо из документации. Документация доступна прямо на сайте. Сейчас я покрупнее только сделаю. Так. Ой, покрупнее. Так, вроде видно, да? Конфигурационный файл для сереноида выглядит следующим образом. Это вот такой вот JSON-овский файлик, как показано здесь, вот этот, в котором у нас есть следующая информация. Есть информация о браузерах, которые мы хотим запускать, то есть Firefox, вот здесь у нас есть Chrome. И есть информация о той версии, которую мы хотим запускать по умолчанию. То есть если пользователь не указал, какую он хочет версию, а просто написал «хочу Firefox». Есть набор доступных версий. Вот тег «вершенс». И внутри этого тега «вершенс» есть уже конкретные версии браузеров. Ну вот, например, это 46.0. Ну вот, давайте возьмем, просто скопируем кусочек из примера и попробуем создать такой же файл. Ну, мы как-то называем его браузер JSON. По большому счету, как он называется, не имеет значения. Главное, что в нем внутри написано. Вот. Ну вот, берем, открываем, копируем, вставляем сюда кусочек из примера. И вот давайте. Мы решили, что мы делаем в Firefox, да? Последний. Последняя версия Firefox, 62-я. Да, 62-я. Ну, я просто собирал недавно образы для него, поэтому я знаю, что 62-я. 62-я. Пишем. Firefox, версия по умолчанию 62.0. Доступная версия 62.0. И вот дальше встает вопрос про образ, который нужно использовать. Одна из крутых штук, которые вы получаете при работе с эллиноидом, это то, что все эти образы, то есть все докерные контейнеры, которые будут запускаться, они уже собраны. Они уже сделаны за вас, нам нужно их только скачать и пользоваться. И это все, все инструкции по сборку, все докер-файлы, все выложено совершенно в open source, то есть вы можете, если хотите, это все локально собрать. И вот список образов, на самом деле, приведен тоже в документации. Здесь есть у нас такая табличка. Тут вот есть прямо докерные образы, которые нужно брать для запуска каждой конкретной версии. Ну вот мы берем, например, Firefox 62.0. Вот берем прямо и копируем. И вот заполняем. Image – это как раз докерный образ, который мы хотим запустить. Ну давайте сейчас мы это заправим. Потом мы можем удалить всякую лишнюю штуку. Вот эти все дополнительные параметры позволяют вам всякие более мощные сердиноидовские фичи использовать, типа монтирования, докерных волюмов, подключения, TMPFS, увеличения, размеры, shared memory и так далее. Ну более тонкие настройки, которые могут понадобиться в некоторых тестах. Поэтому это мы все просто удалим. Удалим ненужную версию Firefox 50. Удалим лишнюю запятую. Вот здесь тоже удалим запятую. И удалим Chrome. Так, что-то я тут лишнее удалил. Вот так, да? Ну вот видите, получается фактически такой вот маппинг, что для Firefox версии 62 возьми и запусти мне, пожалуйста, вот такой вот образ. Сохраняем файл. Первый шаг мы сделали. Мы создали конфигурационный файл. Теперь давайте спулем образ. То есть это делается какой командой? Docker pool, да? Docker pool. И образ, который мы хотим спулить. Ну вот нажимаем и пулем. Я надеюсь, что здесь все это быстро скачается. То есть для каждой версии браузера вам нужно скачать готовый образ. В принципе, ничто не мешает вам собрать свой. То есть тут нет никакой какой-то жесткой привязки. Наш это образ или ваш. Вы можете использовать любые. Что содержится в образе? Пока он качается, расскажу. Внутри образа содержится сам пакет с браузером. То есть все образы собраны на основе Ubuntu. Там содержится пакет с браузером. Там содержатся всякие дополнительные вещи, нужные для отображения страничек типа шрифтов, флеш-плеера и так далее. Там содержится совместимая с ним версия веб-драйвера. То есть в случае Firefox, там используется Gecko-драйвер. Ну потому что движок Firefox называется Gecko. И там также есть X-сервер. X-сервер, который работает, то есть Headless, который работает без монитора. Вы можете все это запускать, как вы видите на виртуалках. Вот у нас образ спулился. И последнее, что нам нужно сделать, это запустить сам Selenoid, прежде чем мы можем уже запускать какие-то тестики. Как я сказал ранее, Selenoid — это решение, написанное... А я не сказал об этом. На Go. Говорил? Не говорил. О! Selenoid — это продукт, написанный на языке программирования Go. И те, кто, возможно, пробовал Go, знают, что это язык со статической линковкой. То есть результатом компиляции кода является отдельно стоящий исполняемый файл без внешних зависимостей. То есть вы можете взять готовый бинарник, скачать, запустить на поднужную платформу, естественно, и у вас все будет работать. И ровно это мы сейчас и сделаем. Поскольку Selenoid — это open-source продукт, то мы можем взять и просто с внешнего GitHub'а зайти в репозиторию Selenoid. Зайти на страничку релизов, взять последний релиз, выбрать нужную себе архитектуру, в нашем случае это Linux, и скачать его. Копируем ссылку и скачиваем вот так. Ну, можно W-гетом, можно QR-лом, можно скачать просто в браузере, непринципиально. Как-то как-нибудь скачать и как-нибудь положить на машинку. И вот мы этому бинарнику присваиваем права на исполнение, поскольку GitHub не позволяет по умолчанию, не дает прав на исполнение. И фактически мы получаем вот такой вот локально, такой вот исполняемый файл, бинарник, который работает без установки каких-либо зависимостей. И последнее, что мы делаем, мы теперь берем просто и запускаем этот самый Selenoid, указав ему путь до конфигурационного файла, который мы сделали. То есть вот Selenoid, минус conf, браузер JSON. Все. Вот этого достаточно для того, чтобы дальше запускать тесты. То есть ручными руками Selenoid ставится вот таким вот образом. Ну, я подозреваю, что у многих из вас сейчас возникла такая мысль, что что-то больно сложновато, да, все это. Руками набирать JSON, какие-то образы качать, что-то все. И если у нас этих версий нужно не одну, то это нужно сидеть, что-то в документации ковыряться. Ну, не сильно упрощает. Поэтому, ну, я вам это все показал, чтобы вы понимали, как это работает внутри. На самом деле, если вы хотите быстро начать работать с Selenoid, вот это все делать не нужно. Сейчас я вам покажу, как это делается реально за пару минут. Мы сделали для того, чтобы быстро можно было поставить Selenoid на виртуалку, мы сделали отдельно стоящий бинарник, который мы называем configuration manager. Но это, грубо говоря, мы сделали setup.exe такой, то есть утилиту быстрой установки, которая работает следующим образом. Мы берем, точно так же идем на GitHub, releases, скачиваем бинарничек, копилинг локейшн, скачиваем бинарничек. Все эти бинарнички довольно маленькие, они в пределах 10 мегабайт занимают, поэтому оно не сильно утяжелит вашу машинку. Даем бинарничку прав на исполнение и выполняем фактически одну простую команду. Вот смотрите, вот сейчас у нас ничего не работает, в системе никаких докер-контейнеров нет, я выполняю одну простую команду. cm-selenoid start минус-минус vnc. И дальше иду и наливаю себе чай и жду несколько минут. Что происходит, когда мы выполняем эту команду? Скачивается последний релиз, последний докерный контейнер с релизом Selenoid, с докер-хаба с внешнего автоматически. Автоматически скачивается по две последние версии каждого браузера Firefox, Chrome, Opera. Докерные образы пулятся за вас. Автоматически генерируется JSON-конфиг, типа того, что я только что показывал, и автоматически запускается сам Selenoid. Сейчас, когда все это у нас закончится, мы получим полностью работающий же Selenoid, на котором будем пускать тестики. Вот у нас скачивается Opera. Я надеюсь, видно. Контейнер с Opera. Все. Сейчас скачается контейнер, нужный для видеозаписи, и все быстренько запустится. Еще буквально несколько секунд. Все, он готово. Вот мы выполнили фактически одну команду и получили работающий докер-контейнер в системе, который слушает на стандартном Selenoid порту 4.4.4.4. И теперь мы можем брать наш тест и запускать его. Теперь давайте наконец-то начнем запускать тест, а то, я смотрю, люди уже там стали засыпать немножко. Так. Давайте, значит, образы мы спулили. Контейнер мы… Это мы сделали. Ага, я еще забыл вам показать вот что. Вот одной командой мы установили работающее Selenium API. То есть этого, в принципе, достаточно для запуска тестов. Но для локальной отладки тестов нам потребуется вторая штучка под названием Selenoid UI. Это графический интерфейс Selenoida. Кто когда-нибудь видел у Selenium штуку под названием Grid Console? Поднимите руку. Ну, как она, на ваш взгляд, вообще современная, красивая? Да. Да, но я могу по секрету сказать, она внутри, если посмотреть код, она написана конкатенацией прямо HTML. То есть там прямо внутри строками набирается HTML. Ну, неважно. И, значит, для того, чтобы все-таки оказаться в 21 веке, давайте поставим нормальный UI. Он ставится ровно такой же командой. Selenium selenoid UI start. Это занимает еще меньше времени. Это занимает, наверное, секунд 10-15. Все, готово. И теперь у нас в системе появилось два контейнера. Второй контейнер у нас слушает на стандартном HTTP порту 8080. Поскольку мы находимся в Ubuntu, единственное такое, я не знаю, не сильно логичное действие, которое нам нужно сделать, нам нужно открыть эти порты в Firewallet. Ну, это выполняется, опять же, поиском по документации, это выполняется вот такими командами. UFW allow. Открываем вот эти два порта. И теперь мы получили полностью работающий Selenium. Давайте я покажу, как выглядит графический интерфейс. HTTP. Так, мы берем IP-адрес виртуалки. И заходим на него, на порт 8080. Так, давайте покрупнее чуть-чуть. Так, вроде видно. Вот это у нас Selenoid UI. Это отдельно стоящий графический интерфейс для Selenoid. То есть, сделан для того, чтобы отлаживать тесты. Из чего он состоит? Он состоит из двух вкладок. Здесь вот stats и capabilities. На вкладке stats показывается статистика запуска браузеров, процентах, штуках, сколько запущено контейнеров и так далее. Внизу вот здесь мы сейчас увидим, будут показываться браузерные сессии. А на вкладке capabilities вы можете взять и скопировать кусочек кода для того, чтобы запустить ваши тесты в требуемой версии браузера. Вот, например, мы выбираем, что мы там хотели. Firefox 62, да? Python. И вот у нас есть небольшой кусочек кода на Python, который можно просто взять и вставить себе, и заиспользовать. Так. Так, это показал. Это показал. Теперь давайте наконец-то дойдем до теста. Давайте его откроем. Давайте его откроем. Python демо-тест. Я его сейчас вам быстренько попробую показать. Так. Вроде видно, да? Ну, как я сказал, я не являюсь Python-разработчиком, но в принципе, я думаю, сейчас все поймут, что в этом коде происходит, поскольку здесь всего 30 строчек. Здесь происходит следующее. Первое, что мы делаем, мы запускаем… Это простейший тест, который делает следующую последовательность действий. Он открывает страничку dugduggo.com. Кто знает, что такое dugduggo? Так, три человека знают. Это анонимный поисковик. Он не отслеживает вашу активность в интернете, и многие им пользуются. Открывает страничку dugduggo.com, вводит в поисковую строку слово Selenium, нажимает Enter и снимает скриншот того, что получилось, то есть результатов поиска. Вот такой простой тест. Значит, что у нас здесь происходит? Здесь у нас есть, естественно, какие-то импорты вот этого Selenium клиента для питона. Здесь у нас есть вот такая переменная capability, которая указывает, какой браузер мы хотим запускать. Ну вот мы договорились, что будем запускать Firefox, поэтому давайте здесь напишем Firefox 620 на Linux. Вот таким вот образом инициализируется, непосредственно запускается браузер. 15 минут, отлично. И далее происходит следующее. Мы открываем страничку dugduggo.com, вводим текст и нажимаем Enter, и вот таким образом снимаем скриншот. Но это все стандартный питон клиента для Selenium. Тут ничего сильно нового не придумано. И вот единственное изменение, которое нам нужно сделать, нам нужно тесты запустить на нашу виртуалку. То есть давайте здесь вот вместо localhost'а вот здесь введем непосредственно IP, адрес нашей виртуалки. Давайте скопируем. Скопировали. Ой. Скопировали. Вот. Вот это готовый тест. Давайте теперь попробуем его позапускать. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут по программе. Тест мы посмотрели, да? Для начала мы посмотрим выполнение теста отладочной фичи, которая называется Live Browser Screen, ну или просто VNC. То есть возможность посмотреть на экран браузера, работающего в контейнере, при выполнении теста. Ну как это может использоваться? Предположим, ваш тест падает, да, по какой-то причине. Но вы видите только stack trace. Иногда бывает полезно посмотреть глазами, да, поставить какой-то breakpoint в тесте и посмотреть глазами, что происходит. Но давайте попробуем это сделать. Так. Я вот очень неловко ставлю breakpoint вот в этом режиме. Давайте я из него выйду. Сейчас view. Мы сделаем следующее. Мы поставим точку прерывания на строке вот так. На строке, которая выполняется сразу после открытия страницы, да, в dogdog.com. И запустим этот тестик. Build. Нет, там где-то run. Debug, да? Вот. Вот. Мы попали в точку прерывания. Теперь смотрите, что мы можем сделать. Мы можем перейти в Selenoyed UI. А, вот что, смотрите, я забыл сделать одну вещь. Сейчас момент. Для того, чтобы нам воспользоваться этой фичей, мы забыли вот здесь вот включить это самое VNC. Это делается вот таким вот образом. Enable VNC true. И давайте еще раз запустим тест. Run. Debug. Чем мне нравится Python, быстро запускается. Я обычно, у меня в основном много тестов на Java, и там нажимаешь и ждешь, и ждешь, и ждешь. Так вот, значит, мы запустили тест, да, и попали в точку прерывания. Теперь мы видим вот такую кнопочку, то есть это запущенная браузерная сессия. Мы на нее нажимаем, и видим экран браузера, настоящий. Это настоящий браузер, в котором выполняться сейчас будет тест. Вот давайте теперь возьмем, продолжим тест. Так, как-то в 9, да? В 9. Как все быстро выполнилось. Давайте еще раз. Ну, давайте еще один breakpoint вот здесь поставим. Как вот его поставить? А, вот здесь надо ставить. Я понял. Вот. Значит, еще раз. Мы попали вот сюда. Мы видим сессию. Открываем. Продолжаем выполнение. Ну, и вот видите, тест выполнился. В общем, короче говоря, если тест будет немножко помедленнее, вы увидите, что у вас там в окне происходит вся эта деятельность. И на самом деле иногда вам хочется мышкой покликать. Здесь есть такой замочек, его можно снять. И в этом браузере можно прямо что-то поделать. Тут что-то вот ввести какой-нибудь текст. И, ну, с ним можно работать как Moscow.conf. Вот. Все совершенно работает. Совершенно работоспособный браузер. Так. Это у нас… А, ну и здесь вы рядом можете видеть логи драйверов, то есть всякие stack trace, и все, что вас сыпется в тесты, можно смотреть прямо в UI в реальном времени. Так. Сколько у нас еще времени там осталось? 20. Ну, отлично. Нам этого хватит. Так. Это мы посмотрели. Теперь давайте посмотрим на следующую штуку под названием видеозапись. В некоторых случаях вы не можете воспроизвести определенные баги вот так, ну, локально, да, и вам хочется посмотреть после прогона тестов полностью, что же у вас происходило. И для этого вам может потребоваться получить видеофайл. Выполнение тестов. Селеноиде это работает из коробки, то есть вот тремя командами вы можете получить работающий селеноид с функцией видеозаписи. И для того, чтобы это включить, вам нужно это убрать, добавить другую capability под названием enable video true. То есть это просто такие манипуляции с переменными. Дикшнери, да, это называется в питоне? Или мэп, или дикшнери? Дикшнери, окей. Везде по-разному. Хорошо. И вот давайте теперь возьмем, запустим тест, уже без отладки. Те, кто пользовался Selenium, я думаю, знают, что у каждой браузерной сессии есть свой уникальный идентификатор, который называется session ID. Это фактически просто уид. То есть это генерируется самим сервером. Уид, он выглядит, ну, вот, примерно таким вот образом. Я здесь для простоты в тесте прямо распечатываю его. Естественно, вы можете в дебаггер им его тоже получить, этот уид. Он получается вот, driver session ID в случае питона. Вот мы выполнили тестик, и теперь мы можем взять и просто посмотреть на видео исполнение этого теста следующим образом. Мы берем или в браузер идем, или к URL скачиваем видеофайл. Вот таким вот образом, смотрите. Заходим на ту же самую виртуалку. Тут, наверное, мелковато, да? На порт 4.4.4.4.4 слэш видео. Видео. И видим такую страничку, на которой у нас приведены видеофайлы, записанные Selenoid. Ну, это просто ссылка. Вы можете взять, нажать на нее и в браузере прямо посмотреть. Сейчас вот поднимется, вот поднялся Firefox. Вот у нас открылась страничка dogdog.com. Ну, все, видите, достаточно быстро работает. Даже не успеваем ничего увидеть. Так. Ну, при желании вы, конечно же, можете через capability указать какое-то свое имя файла, если вас не устраивает вот такие вот эти сессии. Поэтому. Так. Хорошо. И ровно такую же, на самом деле, вещь вы можете делать с логами. Иногда вам нужно почитать логи. Вот смотрите. Здесь есть точно такой же слэш логс, точно такой же API слэш логс, где вы можете взять и для каждой сессии файлами взять и почитать логи того, что происходило в тесте. Ну, тут видно. Вот это, например, это скриншот. Скриншот вот таким вот образом по Base64 передается в селениумном протоколе. То есть если вы вот это возьмете и раскодируете, то вы получите на самом деле PNG картинку. Так. Про логи я вам показал. Теперь я покажу в заключении, покажу вам еще две вещи. Во-первых, про готовые образы. Я уже в самом начале сказал, что селеноид поставляется с набором готовых образов. То есть проблема установки и вот этой всей совместимости драйверов с браузерами, все это проблема решена за вас. И в документации есть прям подробные таблицы, какие… Сейчас я это покажу. Какие версии браузеров доступны. На самом деле доступно много версий браузера. Доступны все версии Firefox, начиная с 3.6 и до самых последних релизов. Ну, Firefox 3.6, те, кто им еще пользовался, это было, наверное, лет 5 назад, я подозреваю. Все версии Chrome, начиная с 48 и выше. То есть как только выходит новая версия браузера, мы собираем за вас такой вот образ. Его можно просто взять и скачать. Это все open source. Все версии Opera, начиная с 33 и выше. Ну и на самом деле для тех ретроградов, которые любят Opera 12.16, тоже есть образ, кому нужно потестировать Opera 12.16. И на самом деле вот этим летом мы еще выложили образы для тестирования в Android. Если вам нужно тестировать мобильные приложения или мобильный веб, то вы можете поставить себе образы с Android. Они работают совершенно таким же образом. Так, ну и последнее, что я хотел бы на сегодня показать в этой части, это статус API. То есть Selenoid вообще это решение, которое было сделано для работы в больших кластерах. И, как вы увидите во второй части, существуют также open source решения для масштабирования Selenoid или Selenium сервера до больших объемов. И в больших кластерах, естественно, оказывается необходимым каким-то образом визуализировать потребление браузера. Строить какие-то графики, я не знаю, какие-то данные засылать в Elasticsearch, Logstash, Kibana. Ну, короче, все вот эти большие кластерные инструменты. И вот для того, чтобы все данные по работе браузеров в Selenoid можно было вытащить, у него есть готовый API, который называется Status API. Сейчас покажу, как оно работает. Вы можете просто взять у работающего инстанса Selenoid, запросить вот такой вот API slash status. И вы увидите, на самом деле, получите вот такой вот JSON, в котором будет информация о доступных версиях браузеров, о том, сколько браузеров вы можете запустить параллельно, сколько запущенных, сколько в очереди, сколько запускается. И внутри каждой версии браузера вы также получите информацию о том, от каких пользователей запущена эта сессия, какое разрешение экрана выставлено. Ну, короче, вся подробная статистика по сессиям. Вы можете просто опрашивать это API и выгружать это куда угодно. Но на самом деле уже есть готовое решение, как это выгрузить, например, получить там готовые графики в графит. Мы это все выложили в open source, это все готово. Так, давайте тогда на первую часть мы завершим. Сейчас устроим секцию вопрос-ответ и во второй части будем, соответственно, говорить про масштабирование. У всех много вопросов. Это хорошо. Добрый день, спасибо за доклад. Ну, в общем, то, как вы применяете Selenoid, в принципе, понятно. Они пробовали, например, использовать его для генерации нагрузки на тот же какой-нибудь свой сервер или не на свой, например? Ну, это, я бы сказал, не сильно эффективно, потому что… Я согласен, у вас, наверное, более эффективные средства, конечно, есть, и вас, наверное, забанят, если вы кого-то пытаетесь с такой нагрузкой задосить. Да, я могу сказать, что из применений, ну, вот самое популярное применение этого, естественно, это тестирование функциональное. Второе применение, которое я, по крайней мере, слышал и знаю, им пользуется, это для того, чтобы для целей всякого околопоисковых, то есть анализа содержимого страничек, всякие поисковые факторы, вот это все. То есть когда нужно скачивать большое количество страниц из интернета и анализировать их содержимое, вот я слышал про такое применение. Про нагрузочное, ну, я считаю, что это может быть нужно только если нужно, как сказать, имитировать прям реально поведение пользователя. То есть это может быть нужно, например, функциональный мониторинг какой-нибудь сделать. Ну, я не знаю, есть системы, которые позволяют выполнять необычный мониторинг админский, да, там, когда нужно просто пройти-пойти, проверить, что память не кончилась на сервере или там диск. А когда нужно, например, открыть продакшн вашего приложения, залогиниться и проверить, что у вас действительно все работает. Вот для такого мониторинга это можно еще применять. Это вот еще возможное. Ну, для нагрузочного я считаю, что это, конечно, не сильно эффективно, потому что очень много потребляет памяти там диска. Спасибо за доклад. У меня, собственно говоря, пара комментариев и, собственно говоря, будет вопрос. По поводу того, что вы говорили, легко поломать, но это легко решается фиксированием вашего профиля и, скажем так, поднятием инстанса Selenium из вашего профиля, который не относится к вашему дефолтному. То есть вы зафиксировали профиль и отложили его, используете другое для своих нужд, для поиска и так далее и тому подобное. Тем самым вы никаким образом не правите профиль, который используется у вас непосредственно для Selenium. Ну, хорошо, отлично. Ну, предположим, что случится, если зайдет… Ну, это я сказал самые простые вещи, каким образом можно поломать браузер, зайти в настройки. А может случиться совершенно другое. Может поставиться какой-нибудь пакет, например, с обновлениями приехать, который сотрет вам корневую файловую систему на операционной системе, и у вас тоже ляжет кластер. Ну, тогда много чего ляжет. Против лома нет приема, понимаете? И по поводу разных версий, они прекрасно между собой существуют. У меня сейчас на моей локальной машине порядка трех версий Firefox, и у меня все три версии Selenium используются в Selenium. Их можно… В зависимости от моей задачи. Можно, можно. Это неудобно. Можно? Можно торболами скачивать версии Firefox, да. Есть готовые сборки на HTTP сервере того же самого Firefox. Все это можно делать, но вопрос, нужно ли это делать, это неудобно. Ну, это другой вопрос. И у меня еще, собственно, сам вопрос. На Linux мы сможем поднять Android? Да. На Linux серверах или на… Это будет работать на железных Linux серверах, или это будет работать на виртуалках с вложенной виртуализацией? Ну, тогда у меня второй вопрос, почему мы это не смогли сделать и не сделали. Сейчас? Да. Ну, скажем так, это не всем нужно. Я показываю самое то, что вот прям всем. Да что, браузер. Понятно, спасибо большое. Вообще говоря, я это все демонстрировал. Кому интересно, была такая конференция с Selenium Conf в Индии в этом году. Я вот ездил, показывал как раз все вот это. И у нас есть на YouTube-канале видео, где показывается, как все это работает. В принципе, ну, ничто не мешает. Давайте я еще покажу, пока идут вопросы. Не буду задерживать. Слайдик вот такой вот, пока я не забыл. Ссылочки на сами проекты, кому нужно сфоткать. Twitter, кто этим увлекается. У нас есть Telegram-канал, если у кого-то какие-то вопросы задать. Сайт, там приведены ссылки на всякие статьи. Мы пишем в основном на Medium, на английском языке. И личный мой email, кому хочется, пишите мне вопросы лично. Ну, или в Telegram. Вот, как-то так. Можно? Иван, спасибо за доклад. У меня два таких вопроса. Первый. Так что в итоге с Edge и с Safari? Selenium спасает? Selenium на самом деле умеет работать и в отсутствии докера. То есть сейчас все браузеры, которые нельзя запакетировать в докер, их можно запускать, ну, прямо вот на операционной системе без докера. У него есть второй режим, который позволяет запускать исполняемые файлы веб-драйвера. То есть для Safari есть Safari-драйвер, для Edge-а есть Edge-драйвер, там для Explorer есть и E-драйвер. И он позволяет запускать. Эта проблема, конечно же, решена. Но, по секрету говоря, мы научились запускать Windows-машинки в докерных контейнерах. Поэтому, скорее всего, в ближайшие, я надеюсь, пару месяцев мы это выложим тоже. Можно было запускать на линуксовом сервере докерные контейнеры с Windows-браузерами. Спасибо. И второй вопрос. Вот все эти, как это сказать, requirements, или все эти недостатки Selenium, которые ты вначале озвучил, и как предпосылки для создания Selenoid, у нас решает SouthLab, который мы используем. То есть облачное решение, которое позволяет тестировать. И единственный недостаток, что оно очень дорогое. И у меня такой вопрос. Если мы хотим переходить на Selenoid, хоть вы сделали такой старт-эсаж, грубо говоря, я так понимаю, нам все равно придется писать достаточное количество плейбук или каких-то скриптов, реализующих всю эту Selenium инфраструктуру. И мой вопрос. Можете рассказать, как это у вас сейчас происходит? Как это сейчас? Во-первых, на внешнем гитхабе выложены готовые плейбуки. Уже есть товарищи из других совершенно команд, которые взяли себе это и сделали. Есть готовые Ansible плейбуки для Selenoid и для второго инструмента GoGridRouter, который я буду показывать во второй части. Все это сделано. То есть можно посмотреть на это. У нас используется, поскольку у нас большой кластер, естественно, мы не используем вот эту утилитку. Она в основном сделана для того, чтобы локально быстренько развернуть и что-то такое попробовать. Естественно, в большом кластере мы, во-первых, не имеем возможности, чтобы у нас был хоть какой-то даунтайм. У нас все без даунтайма. У нас кластер живет без даунтайма месяцами. И поэтому, конечно, там мы все делаем Ansible. У нас Ansible в нашей команде, например. Хорошо, спасибо. Там еще вопрос. В первом ряду вопрос. Давайте вначале в первом ряду, а потом вот там еще дальше был вопрос. Спасибочки, очень интересно. Скажите, пожалуйста, как изменится мой workflow, если я не хочу использовать Docker контейнеры, а хочу использовать живые железки, например, в MacBook, да, упомянутый вопрос как раз про Safari. Ну, на MacBook, во-первых, можно поставить Docker, никто не мешает. Ну, в смысле, Docker сейчас работает на всех платформах. Ну, в принципе, как сказать-то. Во-первых, если вы хотите запускать браузеры в контейнерах, вам все равно нужно будет Docker. Если вы не хотите этого делать, то на самом деле вот эта утилита CM, которую я показывал, она, если у вас нет Docker, у нее есть определенный фоллбэк, она может скачать за вас автоматически последние версии драйверов и настроить решение без Docker. Но, естественно, в этом случае вам нужно будет самому ставить браузера версии из пакетов там, ну или как-то. То есть это все-таки не так удобно. Ну, можно, да, будет работать. Ну, просто это неудобно. Это то же самое, что взять старый Selenium и настроить как бы Selenoid, настроить в режиме старого Selenium. Будет работать все равно быстрее, будет жрать в три раза меньше памяти, а то и больше. Но все недостатки, конечно же, остаются, если у вас нет изоляции между процессами. Спасибо большое за доклад. Ты вот такую неосторожную фразу проронил, что Linux нам закрывает 80% браузеров. Я правильно понимаю, что вы считаете оттестированным такую-то версию браузера, прогнав только на Linux-тесты? Это зависит от вашего, как сказать, от ваших требований, от багов. Просто я вот с собственными глазами видел, как одна и та же версия Chrome на Mac'е и на Windows'е, ну, короче, в каком-то из них верстка ползла. Может быть, да. Ну, и той же страницы. Ну, это уже такой вопрос, который не имеет четкого ответа. Это вопрос требований, это вопрос ваших багов. То есть это зависит от вашего приложения, например. В вашем приложении может ползти верстка, а в соседнем она не будет ползти. И если ваши там тестировщики или те, кто формирует требования на тесты, говорят, что да, действительно, нам нужно только обязательно Windows, ну, увы и ах. Но вот оказывается, судя по тому, какое количество людей пользуются и довольны, и им этого хватает, то что вроде как оказывается, что разница не так уж и велика. Так, ну что, вопросы кончились? Иван, вам предстоит выбрать самого лучшего вопрошающего. А вот давайте за провокационные вопросы дадим книжку человеку. Я люблю провокационные вопросы. В первой части мы с вами говорили про то, как можно быстро запустить сервер селеноид и начать на нем запускать свои тесты, отлаживать их, там всякие посмотрели фичи наподобие VNC, запись видео, логи и так далее и тому подобное. Эта часть более такая, возможно, подходит не всем, она посвящена как раз масштабированию селеноума, то есть ситуации, когда вам нужно больше, чем одна машина, на которой работает селеноум. Так, для начала вообще зачем нам нужна балансировка в селеноуме? Ну, на самом деле балансировка в селеноуме и масштабирование нужно по нескольким причинам. Ну, во-первых, если вы работаете в растущей компании, то это автоматически означает, что у вас постоянно растет количество тестов и, соответственно, вам нужно запускать все больше и больше браузерных сессий параллельно. И если на начальном этапе все эти тесты, все эти сессии могут уместиться на одну виртуальную машинку или на какой-то железный сервер, то в конце концов вам ее перестанет хватать. Ну, потому что даже самые мощные сервера сейчас обладают там несколькими десятками ядер и, ну, пара сотен гигабайт оперативной памяти. Далее растущая компания означает растущее количество команд. То есть в какой-то момент вам может потребоваться иметь возможность ограничивать потребление браузеров этими командами. И, наконец, в-третьих, иногда есть необходимость тестировать, запускать браузерные автотесты на разных платформах. Ну, вот, например, если вы хотите запускать тесты под Mac, то согласно лицензионному соглашению вы можете это делать только на железе от компании Apple. Ну, это так написано прям. И понятно, что если вы хотите построить достаточно большой кластер Selenium, то покупать Apple-овское железо для всех браузеров, но это просто катастрофа, это очень дорого. Никто так не делает. И поэтому нужно иметь возможность распределять трафик по разной вот такой вот гетерогенной инфраструктуре. Так, кто мне может сказать, какая на сегодня наиболее популярная, но при этом не самая эффективная архитектура Selenium-ного кластера? Да, Selenium Grid. Ну, из чего состоит типичный… А, вот что я еще не сказал. Я еще не сказал про то, какие должны быть свойства, на самом деле, у нормального кластера Selenium. Эффективно работающий кластер Selenium должен быть каким? Он должен быть, во-первых, отказоустойчивым. Это значит, что в этом кластере вы должны иметь возможность распределить браузеры по двум и более дата-центрам, и этот кластер должен продолжать эффективно работать, даже если один или несколько из этих дата-центров отваливаются по сети или по питанию. Этот кластер должен быть масштабируемым, с возможностью легко добавлять новые дата-центры и большее количество браузеров в существующие дата-центры. И, конечно же, все это мы хотим делать без даунтайма. Этот кластер должен иметь… Вот еще одна бага. Гиброфиса, кстати говоря. Еще раз. Сейчас. Нет, нам это не помогло. Сейчас, со второго раза, я думаю, получится. О! Этот кластер должен иметь стандартное Selenium API. Это значит, что вне зависимости от того, какое количество железа вы поставите в кластер, он должен выглядеть для пользователей, для тестов, как будто это один-единственный Selenium Hub. Это очень важно, поскольку все стандартные Selenium клиенты умеют работать только с одним хабом одновременно. Вы должны иметь возможность управлять доступом к кластеру, создавая пользователей, и иметь возможность назначать каждому из пользователей требуемое количество браузеров. Вот, кстати, еще одна бага OpenOffice. Видите, как разорвало иконку оперы. Да. Так вот, и вот мы уже выяснили, что самая популярная на сегодня архитектура Selenium кластера это у нас Selenium Grid. Из чего же состоит Selenium Grid? Кто может сказать? Какие части? Ну да, правильно. Для начала, чтобы запустить Selenium Grid, нам нужно непосредственно взять браузеры и платформы, на которых мы хотим тестировать. И в терминах Грида они называются нодами. Далее мы запускаем единую точку входа для тестов, которая называется хабом. И после этого запускаем тесты, подключаем, конфигурируем Selenium ноды, чтобы они соединились с хабом. Кто может сказать, что будет в такой конструкции, если по какой-то причине у нас хаб отвалится по сети или по питанию, станет недоступен, будет тормозить? Ну да, ничего не будет работать. Эта конструкция просто перестанет работать. И поэтому Selenium Grid является не отказоустойчивой архитектурой. Далее давайте вспомним, что Selenium Grid на самом деле использует не одностороннюю, а двухстороннее соединение по сети. Это значит, что не только ноды подсоединяются к хабу, но и хаб периодически обращивает ноды, проверяя их на живости. Но это делается просто отправкой сетевых запросов, пинг-пинг запросов. И парадоксально, но вот такой вот подход, вот такая вот архитектура приводит к деградации производительности кластера уже при нескольких десятках подключенных нод. Ну и наконец давайте вспомним, что вся вот эта конструкция, она у нас написана на Java, и соответственно вы можете уже попрощаться с последними гигабайтами памяти на сервере. И если углубиться в исходники, то можно обнаружить, что вся вот эта логика по проксированию запросов от теста в ноды, она реализована вручную. То есть реально в памяти берутся запросы и перекладываются прямо объектиками. И естественно это очень неэффективно и медленно. Это можно все делать на уровне ядра операционной системы. Это будет намного быстрее. Так, можем ли мы сделать лучше? Ну конечно же можем. Первый возможный подход, как можно улучшить эту конструкцию, это так называемая балансировка на клиенте. В чем заключается основная ее идея? Мы берем несколько хостов или хабов с Selenium и расставляем их в несколько дата-центров. После этого мы реализуем библиотеку клиентскую, которая подключается прямо к тестам. И эта библиотека делает единственную вещь. Она равномерным образом распределяет запросы на браузерные сессии по этим хостам. Ну как это работает? Когда тест запрашивает какую-то конкретную версию браузера, библиотека знает список хостов, где установлены эти браузеры, и случайным образом выбирает один из хостов, ну и пытается создать на нем сессию. Если это получилось, то сессия возвращается браузеру. Если это не получилось, то случайным образом выбирается следующий хост и так далее, до тех пор, пока либо не будет создана сессия, либо не кончатся хосты. Ну и естественно, если хосты у нас кончились, то тест возвращается ошибка. Для того, чтобы эта библиотека успешно работала, нам нужно каким-то образом хранить информацию о списке хостов. Те, кто был на первой части, знают, что я из мира Java, разработки. В Java формат XML – это один из любимых формат Java-программистов. В Python я подозреваю, это JSON. Да, в Python JSON. Ну и, например, эта информация в такой клиентской библиотеке может храниться вот таким вот образом, в XML-файле. Что в этом файле у нас есть? Здесь у нас есть несколько секций по одной для каждого браузера, то есть Firefox, Chrome. Точно так же, как я показывал конфиг для сереноида, указана версия по умолчанию. Здесь указан список доступных браузерных версий, и для каждой браузерной версии есть информация о дата-центрах, то есть регионах, то есть дата-центрах. И есть информация о списке настоящих машинок, на которых можно получить ту или иную версию браузера. По сравнению с Selenium Grid, такой подход дает несколько преимуществ. Ну, во-первых, это конструкция отказоустойчива. Вы можете легко распределить машинки по нескольким дата-центрам, ну и при отказе части машинок все равно у вас сессия создастся. Это конструкция масштабируемая. Добавляя новые хосты в конфигурационный файл, вы можете легко наращивать мощность кластера. Но, к сожалению, эта конструкция обычно не дает никакого контроля доступа, и что самое плохое, эта конструкция не является стандартным Selenium. То есть без клиентской библиотеки ваши тесты работать просто не будут. И если в некоторых ситуациях можно работать вот с таким подходом, но в больших компаниях, как правило, речь идет о множестве разных команд, которые используют разные технологии для написания тестов и кода. Ну, например, бэкэнд может писаться на Java и на Python обычно, а фронт-энд пишется на JavaScript, TypeScript, ну и вот этих всех подобных языках. И вот поддерживать клиентские библиотеки для нескольких языков программирования, но это слишком много работы. Нам нужно найти новый подход, как решить создавшуюся проблему. Ну, на самом деле идея этого решения довольно простая. Нам нужно взять ту самую клиентскую библиотеку, о которой я только что говорил, и просто перенести ее с клиента на сервер. И этот сервер, естественно, для того, чтобы продолжать работать со стандартными Selenium клиентами, он должен реализовывать то самое стандартное Selenium API. За последние, ну, уже практически пять лет мы сделали несколько реализаций подобного сервера. И вот, ну, изначально они писались на Java, потом мы перешли на Go. И вот последняя, самая эффективная, самая продвинутая версия, которую я хотел бы вам сегодня показать, и называется GoGridRouter или GGR. GoGridRouter, как и Selenoid, который я показывал в предыдущей части, написан на языке программирования Go и поставляется в виде отдельно стоящего исполняемого файла размером 6 мегабайт без внешних зависимостей. Под нагрузкой 400 запросов в секунду он потребляет всего 200 мегабайт памяти. То есть это очень-очень легковесный балансировщик, который можно поставить практически на любой сервер или виртуалку. Так, и на этом вроде бы с введением все. Теперь давайте приступим непосредственно к демонстрации. Так, про мотивацию есть вопросы какие-то сразу же? Вроде нет. Отлично. Значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас я хотел бы показать, как на самом деле легко можно настроить балансировку нагрузки, имея готовый какой-то Selenium сервер. Это не обязательно может быть Selenoid, но я буду показывать на Selenoid, поскольку я не могу показывать продукт конкурентов. Как можно легко забалансировать нагрузку на несколько машинок. Что у нас, какие у нас входные данные? Ну вот смотрите. Предположим, у нас есть несколько машинок поднятых. Кстати, проверим, они налились вообще. Так, вроде все налилось. У нас есть несколько машинок совершенно одинаковых. В данной ситуации здесь стоит Selenoid. На самом деле на них может стоять любое Selenium совместимое API. Можно поставить Selenium сервер, если очень хочется помучиться, пожалуйста. И сейчас мы возьмем, поднимем новую виртуалочку и на ней попробуем развернуть балансировщик. Ну вот я, как обычно, делаю виртуалку. Опять же, это не реклама DigitalOcean, но просто если кто хочет дешево попробовать, в принципе, за 5 долларов виртуалку можно поднять. Берем самую-самую-самую слабенькую виртуалку, потому что для развертывания балансировщика достаточно половины ядра и 500 мегабайт памяти, это прямо за глаза. Так, во Франкфурте назовем ее GoGridRouterTest и создаем. Пока она поднимается, давайте расскажу, что мы сейчас будем на ней делать. Значит, так вот. Поднятие балансировщика GoGridRouter, оно состоит на самом деле из нескольких простых шагов. Первое, нам нужно создать список пользователей, то есть, как я уже сказал, поддерживаются пользователи. Мы создадим одной командой простейший список пользователей. Дальше мы создадим вот эти самые XML-файлы с квотами, типа того, что я показывал на слайде. И последним шагом мы возьмем вначале GoGridRouter бинарником, скачаем его со странички релизов, запустим и убедимся, что вся эта конструкция работает. Ну, давайте. Виртуалка должна была подняться. Вот она поднялась. Давайте я на нее зайду. Так, это мы закрываем. Я захожу на эту виртуалку. Ну, как обычно, на ней нет никаких работающих контейнеров, на ней нет никаких образов, да, и стоит свежая версия докера. Все то же самое, что было в первой части. И вот давайте для начала сделаем список пользователей. Список пользователей в GoGridRouter хранится в формате ht-password. Кто-нибудь знает, что это такое ht-password? Кто-нибудь знает сервер Apache? Apache кто-нибудь пробовал ставить? Во. Вот те из вас, кому, возможно, приходилось запароливать директории в Apache сервере, и там приходилось создавать вот такие вот файлики ht-password. Ну, и мы не стали придумывать никакого нового формата, взяли довольно распространенный формат ht-password. И для того, чтобы нам сделать такой файл, нам потребуется поставить утилитку для генерации файлов, потому что по умолчанию вот такой вот утилит, ht-password, здесь у нас ее просто нет пока. И мы можем ее поставить пакетиком. Get update. Если вы делаете то же самое на маке, на маке она почему-то есть в наличии, не знаю, с чем это связано. Значит, ставим эту утилитку. Apache 2.utils. И дальше все остальное, что я буду делать, я буду фактически показывать по документации, ну, чтобы вам было понятно, что здесь нет никакой магии, что это все эти шаги можно легко повторить. Документация, как обычно, доступна на сайте. Уэтист. Сейчас покрупнее сделаем. Вот. Для начала мы делаем каталог, в котором у нас будут храниться все конфигурационные файлы. То есть сейчас я занимаюсь просто копированием и вставкой. Вот я делаю каталог. Сделали. Потом я создаю файл с паролями. Что означает эта команда? Эта команда означает, что мы создаем файл вот по такому пути. В него сразу же добавляем пользователя test и пароль test password. Ну, давайте создадим и посмотрим, как выглядит файл изнутри. etc, grid router, users. Вот. Это вот такой вот текстовый файл, в котором содержится имя пользователя и через двоеточие содержится зашифрованный пароль. То есть проблема хранения пароля у вас решена таким вот способом. Далее давайте сделаем простейший конфигурационный файл для того, чтобы балансировать нагрузку на несколько хостов. Пример файла можно взять прямо в документации. И вот я беру и прямо делаю XML-ку. GridRouter, квота, test.xml. Поскольку GoGridRouter поддерживает несколько пользователей, работают с несколькими пользователями одновременно, для каждого пользователя мы имеем возможность создать свою квоту для того, чтобы контролировать, сколько браузеров ему доступно. Каждая квота называется по имени пользователя. То есть мы создали пользователя test, соответственно, имя файла будет test.xml. Ну, извините за XML, конечно, но вам придется это увидеть. Так. И заполняем далее. Смотрите, вот у нас есть, еще раз покажу, виртуалки, на которые мы будем балансировать. Давайте для начала забалансируем нагрузку на две виртуалки из трех. Как удобнее сделать, IP-адресами или хостами в конфигурации? Хостами? Ну, давайте тогда будем считать, что там есть какие-то доменные записи. Давайте, смотрите, сделаю такой вот финтушами. Я в хост просто пропишу эти IP-адреса. Так. Так. Сильнойт-1. Example.com. Сильнойт. Два. Ну и, соответственно, силнойт-3. Ой. Ком. И теперь начинаем редактировать файл. Ну, вот смотрите. Для начала давайте настроим, чтобы все это работало с двумя последними версиями каждого из следующих браузеров. Firefox, Chrome и Opera. Выяснить, какие браузеры доступны на указанных машинках можно, как я показывал в первой части, запросом к API-статусу. Давайте я покажу еще раз. Ну, вот зная IP-адресы, там, одной из машинок, они совершенно все одинаковые. Можно сделать такой вот запрос. Курл. Так. Сейчас. Минус S. Статус. Во. Вот мы видим, что на этой машинке доступны следующие версии браузеров. Chrome 6970, Firefox 61, 62, да, и Opera 55 и 56. Давайте сделаем конфигурационный файл, который позволяет забалансировать ровно на эти версии браузеров. Вот мы пишем, значит, что у нас есть браузер Firefox. Версия у нас 62 по умолчанию. Ну, мы, предположим, мы хотим, чтобы у нас всегда по умолчанию отдавалась самая свежая версия, то есть 62. И здесь записываем тоже, доступна версия 62. Data-центр у нас называется Frankfurt. Имя хоста у нас Sinoid1.example.com, да. Порт у нас стандартный 4.4.4.4. Вот этот параметр count, это на самом деле не количество браузеров, а вес хоста. То есть возникает проблема, когда у нас могут быть машинки разного размера, и нам хочется, чтобы нагрузка равномерно по ним распределялась. То есть, например, на одной машине 10 браузеров, на другой 5, и мы хотим, чтобы запросики так и распределялись, как два к одному. Вот здесь нам нужно указывать вес хоста. Так, и сюда же мы добавляем второй хост, Sinoid2.example.com. Собственно, таким образом мы поддержали одну версию браузера. Firefox 62. Дальше, для того, чтобы нам поддержать следующую версию, мы занимаемся просто копированием и вставкой. Почему здесь возникает такая проблема с копированием и вставкой? Ну, поскольку в вашем случае речь может идти о том, что на разных хостах доступны разные версии браузеров. Вы можете захотеть. И тогда хосты будут, конечно же, разные. Ну, давайте сделаем копирование и вставку. Копирование, вставка, да. Firefox 61. И потом то же самое делаем для Chrome и для Opera. Opera. Здесь вот у нас будет Chrome. Chrome. Так, 70. И 69. Ой. И то же самое Opera. Opera. Opera у нас 56. И 55. Так. Все. На этом мы закончили создание XML-файла, и теперь мы готовы запускать сам балансировщик. Как я сказал уже, балансировщик можно взять прямо со странички релизов готовый бинар. Идем на страничку репозитория, заходим в релизы, берем бинар под Linux, скачиваем. Дальше мы даем ему права на исполнение, и будем сейчас его запускать. Plus X. Вот. Ну, это как и в случае с Реноидом, это просто бинарник, у которого можно вызвать help, посмотреть, какие у него есть флаги и так далее. И давайте его запустим. Для того, чтобы запустить балансировщик, ему нужно указать два флага всего. Один – это где располагается файл с паролями, второй – где располагается каталог с квотами. Ну, давайте это сделаем. GoGridRouter, users, etc, gridRouter, users.htpassword. И каталог с квотой. Quota.dir, etc, gridRouter, квота. Все. Вот, собственно, и все. В принципе, сделав вот эти три шага, мы готовы запускать тесты, и реально тесты будут размазываться по нескольким хостам. Ну, мы можем попробовать это сделать. Я надеюсь, что все заработает. Так. А, вот что я хотел еще вам показать. Значит, это мы сделали. Это мы… Это мы сделали. Вот. Я еще не показал вам, каким образом проверить, что сервис на самом деле завелся. У GoGridRouter есть специальная ручка ping, которая позволяет… Которая может использоваться в всяких админских системах, но при настройке позволяет вам проверить, что сервис завелся. Каким образом проверить, что сервис завелся? А, вот точно так же к URL с запросом. КURL-S HTTP. Берем IP-адрес GoGridRouter. Порт 4.4.4.4. И ping. Так, мы что-то забыли сделать. Мы, наверное, не открыли firewall, да? Открыли. Открыли. Открыли firewall и видим, что, да, действительно, сервис на виртуалке с GoGridRouter завелся. Вот он жив вот такое количество времени. Последний раз квоты перезагружались тогда-то. К нему еще не было запросов. Ну и версия сервиса вот такая. Теперь давайте посмотрим, какие изменения нужно сделать в тестах. То есть я в первой части показывал уже тест для сервиноиды, написанный на питоне. И посмотрим, какие нужно сделать изменения. Ну вот возьмем IP-адрес виртуалки. Запишем его вот сюда. И, как вы уже поняли, нам нужно теперь указать имя пользователя и пароль. Это делается… Кто-нибудь пользовался? Southlabs, BrowserStack, TestingBot. Как это делается? Ну, прямо в ссылку, на самом деле, вставляется имя пользователя и пароль. Тест. Тест, пасворд, вот так. Это просто обычная basic HTTP аутентификация. Selenium Protocol поддерживает единственный способ аутентификации, а именно basic HTTP аутентификации. То есть через заголовок authorization. Authorization, по-моему, называется. И авторайз. Ну, неважно. Вот. И, сделав это, мы готовы запускать тесты. Ну, давайте попробуем, выполним этот тест и посмотрим, что у нас побежит в логах. Ну, вот. Тестик пошел. Вот мы видим, что GoGridRouter пошел на первый хост из того списка, который мы ему предоставили. Вот. У него получилось создать сессию на первом хосте. И сейчас мы увидим, что тестик у нас прошел, потому что вот сессия уже удалена. Собственно, все. Вот тестик у нас выполнился. Если мы будем продолжать запускать новые тесты, то случайным образом запросы будут раскидываться на разные хосты. Так, давайте дальше. Это сделали. Может быть, вопросы сразу какие-то? Давай. Еще в конце будет секция вопрос-ответ, так что если вы совсем не заснете, то еще можно будет задать. Ну, а как настроить так, чтобы у меня сразу в двух браузерах выполнился один и тот же тест? Так это наш код делается. Ну, запускаешь два-две параллельных сессии. Ну, вот. Ну, вот как-то я не сильно питон-программист, но что-то типа такого. Сейчас покажу. Делаем два драйвера. То есть абстракцию я не могу использовать? Какую? Ну, обращаться к одному браузеру, чтобы выполнялось сразу в двух. Ну, сделайте своего рода абстракцию, чтобы не… Нет, селению протокола не позволяет этого делать. Понял, спасибо. Хорошо, давайте продолжим. Спасибо. Еще позадаем вопрос, если что, в частном порядке. Значит, что произойдет, если один из хостов селеноидов, например, уйдет? Ну, там дата-центр завалится или что-то такое. Ну, можем попробовать проверить. Давайте возьмем, зайдем на вот эту машинку с селеноид-1 и ее просто погасим. Зайдем сюда. И остановим на ней сервис селеноид, который выполняет тесты. И попробуем выполнить тот же самый тестик. Выполняем. Вот он попытался пойти, а он, видите, сразу пошел на другой. Не обдуришь его. Давайте его тоже погасим. Сейчас. Сейчас еще раз попробую. Нет, не обдурить. Здесь на самом деле совершенно случайный рандом, то есть я не могу предугадать, на какой хост он пойдет. Давайте сделаем наоборот тогда. На этом стартанем. А на втором остановим. Сейчас. Возьмем второй. И вот здесь остановим. И запустим тот же самый тест. Вот он попытался пойти на второй хост. Сейчас, скорее всего, он будет висеть какое-то количество времени, пока не за-тайм-аутится. И после этого он должен пойти на второй хост. Вот, видите, он пофейлился на первом хосте, пошел на второй. На втором он сейчас создаст успешную сессию. Вот он ее создал. И тест выполнился. То есть таким образом обеспечивается отказоустойчивость вашего кластера. Ну, вы можете, естественно, наращивать, добавлять больше хостов, чем два, как это сделано сейчас. Так. Давайте быстренько сделаем следующую вещь. Вот сейчас мы его стартовали, этот самый GoGridRouter бинарем. Ну, ничто не мешает стартануть тот же самый сервис докер-контейнером. Какие нужно сделать изменения? Может быть, кто-то может мне сказать сходу при старте в докере? Ну, то есть фактически это тот же самый бинарь, но запакованный в контейнер. Не-не, контейнер собран. Контейнер собран. Контейнер собран. Как стартануть готовый контейнер с GoGridRouter внутри? Ну, ладно, давайте я вам покажу. Смотрите, нам нужно фактически пробросить внутрь контейнера всю вот эту конфигурацию, которую мы создали. Мы делаем докер-ран, минус-д, чтобы сервис у нас был в фоне работал. Ну, какое-нибудь имя ему создадим. Это GoGridRouter будет имя контейнера. После этого мы порт, на котором у нас слушает сервис, естественно, прокинем из контейнера наружу. После этого нам нужно смонтировать ему каталог ETC GridRouter в такой же точно каталог. Вот этот вот volume, он, конечно, не очень очевидный, но такое монтирование связано с тем, как собран контейнер. То есть, на самом деле, если мы пойдем в GoGridRouter и посмотрим, как собран контейнер, сейчас я покажу. Dockerfile. То мы увидим, что у нас сразу же в entry point указан тот самый каталог контейнера, поэтому нам нужно монтировать его вот таким вот образом. Так, идем сюда. Можно даже сделать это read-only. Так, и дальше мы просто пишем образ, который мы хотим запустить. Вроде бы вот так. Да, хорошо. Пулем образ, запускаем. Работает. То есть мы получили тот же самый абсолютно сервис, введя одну команду докерную, и он уже у нас работает в изолированном контейнере. Могу сказать, что в контейнере он держит тоже бешеную нагрузку. То есть никаких проблем в том, чтобы запускать его в докере, совершенно нет. Ну и логи сервиса смотрятся, естественно, как и в любом другом докере, вот таким вот способом. Так, ну и давайте дальше покажу, что успею. Каким образом управлять списком браузеров и списком пользователей. Естественно, мы хотим, чтобы у нас все изменения в кластере проходили без даунтайма. Ну вот давайте первое, что сделаем, это добавим нового пользователя в GoGrid роутер. Каким образом это делается? Мы берем команду ht-password. Ее тут нету. Давайте возьмем ее опять из документации. Берем команду ht-password и добавляем второго пользователя. Пользователь у нас будет называться, ну, например, Алиса. И пароль у нее будет alis-password. И вот здесь убираем флаг c, чтобы он не создавал файл заново. Да. Вроде вот так. И теперь, естественно, если мы посмотрим на файл, то мы увидим, что здесь у нас теперь две строчки. У нас появился новый пользователь Алиса. И вот эти изменения подхватываются на горячую. То есть как только вы внесли эти изменения, у вас в системе появился пользователь Алиса. Но у вас не будет ничего работать, никакие тесты, пока вы не укажете, какие браузеры доступны пользователю Алиса. Поэтому второе изменение, которое вам нужно сделать, вам нужно указать квоту создать для пользователя Алиса. Ну и мы берем, и для начала давайте просто возьмем квоту пользователя тест, скопируем в квоту пользователя Алиса. Алис. XML. Вот. Дальше самая главная магия. Мы хотим, чтобы все эти изменения перечитались на горячую. Каким образом это делается? Это делается отправкой сигнала процессу GoGrid роутера. Кто не знает, что такое сигналы? Есть такие Linux сигналы? А кто знает? Все знают? Хорошо. Для тех, кто не знает, все-таки скажу. Linux сигналы – это один из способов отправки сообщения фактически работающему процессу. То есть в Linux есть стандартный набор таких сигналов, таких как сигнал SIGKILL, SIGTHERM, SIGQUID. И процесс может разным способом реагировать на эти сигналы. Сейчас существует в списке этих сигналов также сигнал под названием SIGHUB. Кто знает, что такое SIGHUB? Для чего он изначально делался? Окей. Нет. HUB означает hang up. То есть это сигнал, который изначально был создан для того, чтобы сообщить работающему процессу о том, что произошел обрыв соединения. То есть это делалось во времена Unix, когда были медленные соединения, модемы, часто происходили обрывы и так далее. Сейчас мы с вами находимся в эпоху быстрого интернета, и, естественно, обрывы соединения происходят довольно редко. Поэтому сейчас появилась такая конвенция, согласно которой сигнал SIGCHUB приводит к перечитыванию конфигурации. И многие open-source проекты, такие как, например, Engines или OpenSSH, они при получении такого сигнала перечитывают свою конфигурацию. И вот GoGridRouter мы реализовали, следуя ровно такой же философии, то есть для того, чтобы перечитать конфигурационные файлы, вам нужно просто отправить сигнал процессу или контейнеру GoGridRouter. Ну и вот в терминах докера, поскольку у нас сейчас докер-контейнер работает, это делается следующим образом. Docker, kill, минус S, hub и имя контейнера. И вот таким образом перечитывается конфигурация. Если мы теперь посмотрим на логи, минус минус tail 1, GoGridRouter, то мы увидим, что в них вот последним сообщением появилась вот такая вот строчка, что он, когда мы ему отправили сигнал, он заново перечитал всю свою конфигурацию. Таким образом, даже там при бешеной нагрузке вы можете перечитать полностью весь этот state, не разрывая пользовательские соединения. 10 минут, хорошо. Ну и давайте расскажу немножечко про внутренности, как это все работает, и дальше перейдем к вопросу-ответу. Так, здесь опять у нас все разорвало. При создании по-настоящему масштабируемого кластера возникает такая проблема. GoGridRouter, как вы понимаете, если он стоит в единственном экземпляре и падает по какой-то причине, хотя это происходит довольно редко, обычно по причине, не знаю, перерубания оптоволоконного кабеля какими-нибудь рабочими, то для того, чтобы сделать по-настоящему отказо-стойчивый кластер, вам нужно как минимум два инстанса. И при работе с двумя инстансами возникает следующая проблема. Я думаю, что многие из вас знают, что поселением, его протокол основан на протоколе HTTP. И в этом протоколе каждое отдельное действие, такое как поднятие браузера, открытие страничек, клики по каким-то кнопкам, это отдельный HTTP запрос. Ну и вот возникает такая проблема. Предположим, что у нас создается новая браузерная сессия. И она идет через балансировщик, например, попадает запрос на новую сессию на первый GoGrid роутер. И он берет и создает сессию на каком-то хосте из своей квоты. Далее приходит второй запрос, и он случайным образом попадает, например, на открытие страницы. И он случайным образом попадает на вторую голову. Вопрос, каким образом второй хост узнает, на каком реальности хосте была создана сессия. Конечно же, эту проблему можно решить внедрением некоторого общего состояния между головами. То есть можно поставить какую-то базу данных, там, in-memory, data grid или что-то подобное. Но мы нашли решение попроще и поэффективнее. Оно называется магия session ID. Как мы уже выяснили, каждая сессия селениумная имеет свой уникальный идентификатор, который называется session ID, и который выглядит примерно вот таким вот образом. Что мы делаем? GoGridRouter хранит в памяти информацию о списке хостов. И для каждого хоста и порта он может вычислить, просто взять, вычислить хэш-сумму. Ну, в данном случае это MD5. MD5 выглядит вот таким вот образом. И далее мы можем просто взять и вернуть пользователю вместо настоящей сессии, которая была получена, вот такую вот расширенную сессию, которая будет состоять просто из конкатенации двух строк. То есть вначале у нас идет MD5-сумма от хоста, а потом настоящая ID-сессия. И это решает все наши проблемы. То есть на первой голове создается сессия, пользователь получает длинную вот такую вот ID-сессию, в следующем запросе отправляет его второй голове, та может просто взять и прямо из запроса вытащить информацию о том, на какую голову нужно спроксировать запрос. И таким образом мы получаем полностью стейтлесс-решение, которое не требует никакой базы данных и масштабируется просто доставлением новых голов за балансер. Вот. Так, о, здесь что-то опять разломалось. К чему я все это говорю? У GoGrid роутера есть специальная API, которая позволяет по ID-сессии, поскольку вы уже поняли как, позволяет вытащить информацию, на каком реально хосте была создана сессия. Ну, давайте попробуем. Возьмем. Вот видите, ID-сессия у нас достаточно длинный стал. И вот на самом деле здесь вот эти первые 32 символа, это просто MD5-сумма от того хоста, на котором была создана сессия. Так. Ну, давайте возьмем этот ID-сессии и просто по нему попробуем вычислить, каким образом, на каком хосте, точнее, была создана сессия. Это делается простейшим curl-запросом. HTTP, берем IP-адрес GoGrid роутера, 4.4.4, слэш-хост, и вставляем ID-сессии туда. И в ответ, так, имя пользователя и пароль еще нужно. И в ответ вы получаете информацию о том, на каком же реально хосте была создана сессия. Ну, иногда это требуется в отладке. Так. Из того, что я вам не успел показать, я думаю, что мы перейдем к вопросам, потому что люди уже истощены, я смотрю. Из того, что я не успел вам показать, GoGrid роутер умеет также показывать логи и видео, используя точно такую же технику, логи и видео на любой из машин, стоящих в кластере. То есть через единую точку входа вы можете получить информацию, ну, посмотреть прямо видеофайл, записанный на одном из селеной. Давайте на этом тогда закончим. В принципе, желающие могут на YouTube-канале посмотреть еще побольше видосиков вот про эту тематику. И, пожалуйста, какие у кого есть вопросы? О, там есть вопросы. Отлично. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А что, если GoGrid роутеры находятся, например, в разных странах, и от них до хоста разный пинг? То есть команды будут одновременно уходить, и, допустим, там более поздний придет раньше. Что в таком случае? Спасибо. Ну, будет дольше работать, очевидно. Ну, тут, конечно, никакой магии нет. Нет, я имею в виду про порядок выполнения команд. То есть он… Не будут ли они друг друга опережать? Ну, типа того, да. Ну, я что-то сильно сомневаюсь. Запросы у нас идут… Не знаю, я про такое, по крайней мере, у нас сейчас вот кластер стоит в пяти дата-центрах. Там, естественно, тоже разные пинги, разные даже страны, и такого ни разу не видел. А если запрос, к примеру, вообще не ушел? Каким образом? Ну, там, например, оборвался коннект полностью, вот, например, электричество отключилось. Тайм-аут случится, скорее всего. А, и тест просто пофейлиться? Ну, например, да. Понял? Ну, то есть это решение проблемы балансировки. Конечно же, тут нет никакой прямо магии. Если вы посмотрите, там не такое большое количество кода, там нет никакого машинного обучения, ничего такого хайпового. Это просто эффективная работа с HTTP-протоколом. Но, тем не менее, это простое решение, которое позволяет вам, в отличие от Selenium Grid, эффективно забалансировать кластер. То есть оно проверено, оно… Вот сейчас кластер, который обрабатывает 2,5 миллиона браузерных сессий в день, он стоит всего на трех… Фактически три инстанса GoGrid роутера держит такое количество сессий. Это примерно 6 миллиардов запросов в месяц. Все живет нормально. Ну что же, Иван очень просто будет выбрать лучшего вопрошащего. Да, по-моему, книжка уходит на последний ряд. Может быть, кто-то хочет еще сразиться за… Ну, хорошо. Окей. То есть мы книжку просто так дадим. Окей. Это был Иван Крутов с двухсерийной лекцией про Selenium. Аплодисменты Ивану. Давайте еще раз слайдик с ссылочками. Кто не был на первой части, ну, сфоткайте, может быть, кому-то нужно. Иван, мы традиционно дарим сувенир и сертификат вот об участии в конференции. Вот. Два часа, две лекции – это круто. Спасибо. Спасибо всем. Аплодисменты «Аплодисменты» Продолжение следует. Благодарю.